Черное море Нету такого большого количества Морепродуктов и даже рыбы Там есть какие-то определенные Небольшие Я тебе не показывал Плакат у меня болгарский На котором полностью все рыбы Черного моря У нас даже такого нету То есть мы в принципе Если ты сейчас у кого-нибудь спросишь Какие рыбы есть в Черном море Как это есть у наших коллег Когда есть школа кулинарная В которой четко есть плакат На котором указано все С чем работают местные кулинары У нас даже такого плаката нету Это все от отсталости Да нет отсталости Это по фигизму Я думаю что да Это от нежелания что-то делать Это очень большая проблема А зачем и так купят Видимо такая Вернулись Джентльмены послушал я тут новости И понял что впереди Многое интересно А если я вот так соседа не люблю Что аж кушать не могу Я могу с него за это деньги получить Я на него смотрю и теряю здоровье Теперь же могу Зачем ему обязательно курить Он просто противный Согласитесь какой простор Вернемся Вы сейчас научите людей Научу-научу Потому что интересные решения судов Не только в анекдотах Про американскую систему Запрещающую привязывать аллигаторов К водоразможным колонкам Но и у нас тоже есть Много таких решений Интересных решений судов Тут ведь как А вы чего боитесь Вы курите? Не, Евгений Анатольевич На балконе? Под ребенком? С соседями всегда очень сложно Вот я, например, не люблю очень громкие звуки И у меня так получилось Что сейчас внизу квартиру сдают все время И до этого были соседи не ахти какие Слушали ночью музыку А сейчас вообще слабослышащий А они вообще-то и вас терпеть не могут Так вам и надо Так я вот не знаю Но я к нему вчера уже приходил ночью В 2 часа ночи Спросил потише сделать Нет И стыдно Я не знал, что он просто слабослышащий Я думаю, господи, вот вляпался А он не может в наушниках У нас бабушка, моя жена была слабослышащая А у нее телевизор орал А потом и хорош наушники Да я уже говорю, извините, слушайте, ладно, как хотите Я думаю, что лучше не самому приходить А через администрацию А я милицию вызывал к моим прошлым соседям Да, я люблю это развлечение в стране Ой, а я в юности просто вокруг подъезда Пару раз с туристским топориком прогулялся И пить перестали под окнами С криками по ночам Я просто взорвал свой дом В котором живут и крабленно больше не стало Нет, я помню, первый раз еще не счевал Потом я слышал этот сумасшедший с топором Ну, мы, конечно, пропороли все четыре колеса от запорожца Но ребенка больше не будили А это важнее Это важнее Так что тут как? Ребят, мы говорили про доброе, про Черное море Давайте про Черное море Вернемся к Черному морю Давайте, давайте Вот та идея, которую мы прорабатывали много лет уже Про черноморскую кухню Она обретает уже более-менее какие-то понятные очертания Вот И наш хороший товарищ господин Стародубцев Находясь в ссылке в городе Анкаре 15-летние ссылки 15-летние ссылки в городе Но справа переписки по электронной почте Да-да-да, в городе Анкаре Тут Просматриваем Да, просматриваем Ваня, расскажи, что там, что мы достигли Ну, да, взяли мы довольно резкий старт Мы это кто? Мы это федерация рестораторов и ательеров Которая теперь не только ограничена границами Российской Федерации Но уже и вовсю зашла на Футурецкую Республику Я всегда говорил, что Турция все-таки будет частью России Ну, хотя бы в гастрономическом плане Да, в гастрономическом плане Турция это Мы называем это Федерация ресторатов в изгнании Что-то мне это слово не очень нравится Ну, от Петра Великого до Стародубцева На отдыхе На отдыхе в Турции, да На почетном отдыхе в Турции Вот, и Развернули мы нормальную работу по черноморской кухне И начали с той простой идеи, что Стамбул, как многие знают Это, может быть, и не знают Является штаб-квартиры организации черноморского экономического сотрудничества Поэтому рассудили мы так с нашим дипломатическим корпусом, кто занимается Турцией Что вообще заход на эту тему надо начинать, в общем, как положено с того, чтобы прибить щит на дверях Константинополя 20 ноября прошло совещание группы гастрономического туризма, вот этого АЧЕСа в Бургасе, в Болгарии И вопрос черноморской кухни мы подняли вот прямо на самый такой уровень Где высокое собрание заслушало информацию российского представителя И занесли в протокол, что вот, да, что теперь российская сторона является паровозом этого процесса И в следующем совещании внесет и дорожную карту, и планы, стратегии, тактики и все остальное Так что я думаю, что в самое ближайшее время теперь нас ожидают уже непосредственные контакты с основными странами, интересантами этого процесса Да, ну, с болгарами мы разговаривали, да, с Болгарами мы разговаривали, да, мы с Миром Бургасом как раз говорили Когда мы были в Румынии, с коллегами встречались, с виноделами, мы общались с местными шефами Они тоже большую заинтересованность показали в этом Вот, и еще мы разговаривали, я помню, с сервами разговаривали, да, и с коллегами из Армении И тут и с понтийскими греками, и с Грецией там говорили то же самое А тут вот Иван привозит книжку популяризатора, популяризатора различных кухонь, которые есть в наследии, то, что используется В турецких домах Да, в турецких домах Дело в том, что в Турции есть ярко выраженные региональные кухни, это понятно Но на региональные кухни одновременно накладываются и кухни национальные То есть среди таких вот основных кухонь, которые, как сказать, параллельно живут в турецких домах Надо назвать кухню еврейскую Сефардскую Сефардскую Значит, армянскую Вот, и греческую И там очень много, все вот то, что мы с коллегами с вами видим, например, и в Болгарии, и в Румынии, все это здесь, все в этой книге И более того, и названия, в общем-то, те же, на нонном турецкий лад Даже русский салат оливье присутствует Да, они прислонили почему-то греческой кухне Как он называется? Оливье Русский салат у них Да Когда были в... Ну, в Византии даже, можно сказать Это региональные кухни турецкой империи, которая, судя по туркам, больше наследница Византии, чем все остальные Это правда Хотя религия другая, но вот наш византийский императт президент Ну, мы смотрели, мы примерно понимаем, да, вот мы смотрели, просто на севере едят свинину, на юге ее не едят, все, все остальное очень похоже Я в Болгарии, кстати, когда был, ну, все-таки местная пища, и, видимо, это, судя по сербской кухне, с очень серьезным привкусом свинины Потому что сербская лисковица или там всякие болгарские свиные косички, тяжеловато, честно говоря Ну, это естественно, ну, а свинину стали выращивать по одной простой причине Потому что, ну, забирали, баранину и говядину забирали, а свинину нет, не трогали, и все это... Ну, эти все сачи, конечно, это все такая тяжеловатая есть история Хотя мне вертел очень нравится, вообще, вот их вот, вот, это... А что это такое вертел? Ну, это, чаверма, это, ну... Ага То, что нужно шварма А слово чавермек вращать? Вращать, это вот... Ну, шварма или в Питере шаверма Ну, да, это все от этого Он же донер, он же шаверма, он же шаверма Вот, когда с Иваном разговаривает, что он владеет турецким, ты понимаешь, и вдруг ты понимаешь, что все... Откуда что идет? Вот это вот, откуда все идет, и это все взаимопроникновение культур Ну, дальше... Слушайте, ну, мы сейчас уже отобрали сто, наверное, сорок блюд, вот, из шести стран К сожалению, мы пока с побережья не ушли в континент Из них, я думаю, что, наверное, шестьдесят где-то они пересекаются И являются общим как минимум для трех стран Ребята, а по Дунаю далеко будете уходить? Нет, пока не решили еще Ну, мы пока не решили, хотя сербы сказали Нам, мы как бы очень... То есть, матер не будет, австрицам не будет Ну, вообще, по-правильному, конечно, нужно было бы и все реки, в том числе и Дунай Все, кто находится в бассейне Дуная, тоже присоединить, потому что эта миграция происходила Ребята, а как все селедки, Дунай, Дунай, ты же понимаете, что это же... Вот, ну, как... Это же вообще... Дайте справиться с тем, что есть на побережье, а потом пойдем Но разница велика между этими блюдами Ну, вообще, это ВЧС входит в 12 стран И Молдавия входит... Нет, 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 вот это ВЧС входит в 12 стран То есть, это все нормально И Молдавия, и Румыния входит туда, и Сербия, и даже Албания входит Ну, у вас и Грузия туда входит И Грузия входит И Абхазия с Аджарей И, кстати, ведь Армения тут уже вопрос Бассейн, да, наверное Армения входит? В ВЧС входит, конечно Ну, если так, тогда я не понимаю отсутствие и Азербайджан И Азербайджан входит? Конечно Ну, он очень хочет войти Тофик Маведов тоже у нас будет А также давайте добавим всех Кто вообще никакого к этому отношения не имеет Но хотел бы к нам присоединиться У меня вопрос Если Азербайджан включается, Китай Ну потому что логика примерно та же Все-таки при Каспийской Ребят, вы же понимаете, что История Шелкового пути Она как бы все равно Я с точки зрения маркетинга Пока против Идея, которая лежит в основе создания Черноморской кухни очень проста Ни одна из стран, которая имеет Побережье в своем составе Черного моря Не попадает даже в двадцатку По известности своих кухонь Соответственно, нам предстоит объяснять это Далеко за пределами даже Евразии Может быть в Австралии В которой тоже я вам как-то рассказывал Что есть ресторан, называется Черноморская кухня Черное море, никакого отношения Представления, что это такое нет Соединенные Штаты Америки, Латинская Америка Для того, чтобы это сделать, ну, мировым Узнаваемой, мировой узнавая кухня Желательно, чтобы это все-таки было проще И понятнее всем А просто и понятно, это когда люди, посмотрев на карту Видят, о, вот эта страна там, вот эта страна там Все остальные страны могут участвовать Но давайте определимся на втором этапе Когда что-то будет сформировано Субтитры сделал DimaTorzok